Уровень 0,7, это подуровень уровня 0. Описание. Уровень 0,7, также известный как искаженные залы и темный вестибюль, является подуровнем уровня 0. Однако он сильно отличается по внешнему виду. Этот уровень абсолютно черный, как и уровень 6, однако здесь будут работать источники света. Снятый ковер обнажает грязные деревянные половицы под ним, а некоторые отсутствующие деревянные части показывают пустую пустоту. На стенах те же обои, что и на уровне 0, но очень грязные и изношенные. Стены бесконечно тянутся вверх, казалось бы без крыши, хотя некоторые предполагают, что крыши действительно существуют. Редко лампочки можно найти вдоль коридоров. Проводы, как и стены, тянутся вверх, казалось бы в бесконечность. Комнаты здесь кажутся более узкими, чем на уровне 0, и описываются как более похожие на залы. На уровне 0,7 есть двери, которые при открытии могут вести в совершенно пустые комнаты или в кромешную черную пустоту. Пустота убьет странников сразу же после входа. Иногда в пустых комнатах можно найти старую и порванную мебель. Говорят, что они выглядят как сломанная мебель 1960-х годов, обычно покрытая плесенью. Если мебель окажется чем-то вроде стула, она исчезнет каждый раз, когда странник попытается сесть на нее. Стул снова появится ровно через 15 минут. Есть небольшая вероятность, что вы можете найти в этих комнатах очень полезные предметы, спреи, смайлер, мобильные телефоны, фонарики, трехствольные дробовики, глоб 17 и так далее. Есть определенная область, единственная с видимой крышей, которая похожа на область на культовой фотографии уровня 0. Сущности Двери, безумие, крысы смерти, смайлеры, гончие, фойслинги, тусовщики, йостерс, чукуш, фобиокси, базы и аванпосты. Заброшенный путеводитель аванпост, принадлежал какой-то колонии, ныне заброшенной. Есть гнилая пища, которую нельзя есть. Найдите его, следуя по пути, состоящему из случайных предметов, таких как разорванные листы бумаги, пустые пластиковые бутылки или банки. Единственные полезные вещи, это разбросанные повсюду спальные мешки. События Мерцание Это событие может произойти случайным образом, когда событие начнется, с неба упадет больше лампочек, освещая весь уровень, это ваш знак немедленно уйти. Примерно через 10 минут все огни на уровне, включая фонарики и любой другой искусственный свет, начнут медленно включаться и выключаться, начиная с 10-секундного промежутка, с каждым разом этот промежуток будет уменьшаться, пока не начнет мерцать с неуловимой скоростью. Внезапно все огни на уровне перегорят, оставив бродяг в полной темноте. Это оставит всех выживших без источников света и скорее всего, умрет для сущности. Делать Найдите выход до того, как начнет мерцать свет. Закрывайте глаза, когда мигает свет. Держитесь подальше от источников света, когда они вот-вот взорвутся. Лучше принести очки и с горячим зрением, всегда берите с собой оружие. Рекомендуемые аспекты оружия — низкая перезарядка, высокий урон. Лев. Оставайтесь на месте, когда начнется мероприятие. Смотрите в огни. Оставайтесь возле огней. Принесите искусственный свет. Дверь по калипсис. Это событие начинается в случайное время, двери на уровне начинают появляться в случайных стенах или потолках, как люки, вход в эти двери, люки убьет вас или перенесет на случайный уровень, под уровень или в начало уровня ноль. Дон также не доверяйте дверям со знаками выхода, они могут привести к худшей участи, чем смерть. Что нужно делать, а что нельзя? Нужно. Избегайте дверей любой ценой. Если вы видите дверь, идите в противоположном направлении. Избегайте любых исходящих от них звуков. Нельзя. Входить в любую дверь, прислушайтесь к звукам, которые исходят от дверей. Ломать их это бесполезно. Двери. Двери являются основной сущностью, обитающей на уровне ноль. Семь дверей могут показаться обычными дверьми, вы открываете их, а за ними есть комната, но это не относится к этим дверям, двери могут вести в пустые комнаты, большие пустые комнаты, слабо обставленные комнаты, полностью обставленные комнаты и так далее. Больше информации можно найти здесь, в двери. Так что никогда не заходите в дверь. Ну, за исключением двери с надписью «Перезапуск» или «Отель 0». Шесть, я не предлагаю уровень 0. Шесть, потому что это подуровень. Входы и выходы. Входы. Найдите каустрофобный коридор на уровне 0. 1 и продолжайте идти по нему. Пройдя около 400 метров, вы найдете черную дверь, она приведет вас сюда. Найдите полностью темную стену на уровне 0 и не пролезайте через нее. Вы окажетесь здесь. Найдите полностью черную дверь на уровне 1 и войдите в нее. Вы окажетесь здесь. Выходы. Найдя дверь с надписью «Перезагрузка» и войдя в нее, вы вернетесь на уровень 0. Войдя в дверь с надписью «Отель 0. 6», вы попадете на уровень 0,6. 10-х. Субтитры создавал DimaTorzok